Управление качеством образования в ВУЗе. Видео подготовлено в рамках обучения в дистанционном курсе. Куратор содержания. Мы наблюдаем рост числа ВУЗов. Реестр ВУЗов, прошедших процедуру государственной аккредитации в установленном порядке, на сегодняшний день содержит 2911 государственных и негосударственных ВУЗов, а также их филиалов во всех субъектах Российской Федерации. ГОСТ Системы менеджмента качества в пункте 8 гласит, для достижения устойчивого успеха в постоянно меняющихся и неустойчивых условиях организации следует регулярно проводить мониторинг, измерять, изучать и анализировать эффективность своей деятельности. Основные положения и словарь вы можете видеть на экране. Типовая модель системы менеджмента качества ВУЗа приведена на рисунке. Измерение процессов ВУЗа в рамках управления качеством должно включать в себя этапы. Принятие решения о значимости измерений для мониторинга. Наблюдение и проведение измерений качественных и количественных показателей. Преобразование полученной информации в знания. На проведение внутренней оценки СМК ВУЗа оказывает влияние ряд факторов. Их можно рассмотреть при помощи диаграмм ИСИКАВЫ. ВУЗ должен проводить внутренние аудиты, рассматривая аспекты предоставления услуг, аккредитации, несоответствия в процессе обучения, методы обучения и образовательные процессы. Отчет такого рода должен быть утвержден. Под системой мониторинга понимается совокупность элементов, взаимодействие которых обеспечивает осуществление мониторинговых процедур. Субъекты мониторинга. Комплекс мониторинговых показателей. Инструментарий и инструменты мониторинговой деятельности. Мониторинговая деятельность. Это носители мониторинговых функций. В качестве комплекса мониторинговых показателей выступает совокупность первичных и вторичных показателей, которые способны обеспечить целостное представление о состоянии системы, о качественных и количественных изменениях в ней. Инструментами мониторинговой деятельности являются различные технические средства, используемые субъектами мониторинга в своей деятельности. Этапы оценки уровня качества образовательных услуг приведены на экране. Оценка качества образования представлена двумя процедурами. Государственные итоговые аттестации выпускников и промежуточные и текущие аттестации студентов в рамках внутренней контрольной системы качества образования. Мониторинг не включен в типовой реестр процессов для большинства вузов. Это говорит о том, что он не рассматривается как процесс. Таким образом, мы не находим в модели процессов элемента, соответствующего элементу модели ISO 2008, измерения, анализ и улучшения. Мониторинг позволяет определить, насколько результаты деятельности вуза удовлетворяют клиентов. Опрос работодателей дает информацию о качестве и востребованности выпускников на рынке труда. Но это уже тогда, когда студент окончил вуз и исправить результат нельзя. Необходимы показатели, которые позволяют объективно оценить качество образовательных услуг в процессе их предоставления. Значительно снизить количество затрачиваемого на мониторинг времени позволит использованию программного обеспечения, функции которого входят хранение данных о показателях качества, выгрузка данных для последующей визуализации данных. Программа должна представлять собой базу данных, доступ к которой разделен по правам и ролям. В большинстве вузов имеются достаточные базы для управления качеством образования. Но зачастую оценки качества образования рассматриваются упрощенно. Серьезного и глубокого подхода требует решения этой проблемы, основных задач, составляющих ее. Эффективное управление качеством образования способствует не только росту образовательной системы, но и экономике страны в целом.